Синчихина Алена Владимировна Гвардии младший лейтенант Малахов Юрий Николаевич, командир взвода 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса, родился в 1925 году в Оренбурге в семье рабочего. После окончания средней школы в январе 1943 года был призван в Красную армию. По путевке комсомола был направлен в Полтавское танковое училище, откуда в мае 1944 года уехал на Третий Белорусский фронт. Командир танкового взвода гвардии младший лейтенант Малахов Юрий Николаевич в боях с немецко-фашистскими захватчиками неоднократно показывал пример смелых действий, мужества и героизма. В период боев за освобождение Белоруссии, будучи командиром танка, гвардии младший лейтенант Малахов находился в передовых рядах наступающих подразделений. При овладении городом Минском в числе первых Малахов ворвался в город и уничтожил два вражеских противотанковых орудия. 6 июля 1944 года Малахов на своем танке вел бой по уничтожению окруженной группировки противника. В это время им была замечена вражеская колонна танков и автомашин. Не раздумывая, Малахов на большой скорости врезался своим танком в колонну противника, сокрушая огнем и гусеницами технику и живую силу врага. В результате смелых и решительных действий было уничтожено 4 самоходных артиллерийских установки, до 100 автомашин с грузами и свыше 50 фашистских солдат и офицеров. За образцовое поведение боя по разгрому вражеской колонны Малахов был назначен командиром танкового взвода. 20 октября 1944 года гвардии младший лейтенант Малахов умело командуя своим взводом при отражении контратак противника и удержании плацтарма обеспечил развертывание и успешное продвижение вперед своего батальона. При этом лично уничтожил один танк типа «Тигр» и два противотанковых орудия противника. Продолжая наступление, взвод Малахова с боем овладел переправой через реку, а затем, преодолевая сопротивление, ворвался в оборону противника. Меткими выстрелами Малахов уничтожил два фашистских танка «Пантера». Но вражеский снаряд попал в танк отважного командира, и танк загорелся. Однако он не покинул танка и, находясь в горящей машине, продолжал вести бой, подбив еще один танк врага. От попадания второго снаряда противника танк Малахова взорвался. До конца выполнив свой воинский долг, гвардии младший лейтенант Малахов погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии младшему лейтенанту Малахову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В состав экипажа танка также входили старший сержант Федоров Дмитрий Григорьевич из города Пермь, младший сержант Гордеев Иван Степанович из Чувашии, и младший сержант Репин Иван Алексеевич из Курганской области. Общая образовательная школа в поселке Калининская капитально отремонтирована минувшим летом в рамках нацпроекта образования. По решению Окружного Совета Депутатов ей присвоено имя Героя Советского Союза Юрия Николаевича Малахова. На фасаде здания изображен его портрет. Это ко многому обязывает, прежде всего, преподавателей, учеников, соответственно, учащихся. Вот когда я первый раз, когда Александр Александрович мне показал буквально на следующий день, когда портрет этот появился здесь, говорит, посмотри, Василий Иванович, я увидел такую, ну, такую картину красивую. И мне стало радостно за то, что мы хоть маленькую толику чего-то можем сделать добрые в мирных условиях. В годовщину гибели младшего лейтенанта здесь вспоминают подвиг Героя. Осенью 44-го в Восточной Пруссии шли ожесточенные бои. 20 октября командир танкового взвода Юрий Малахов ворвался в расположение врага. Уничтожил немецкий «Тигр», гусеницами своего танка раздавил два противотанковых орудия и продолжал наступление на гитлеровские позиции, владев водной преградой рекой Раминте. Его Т-34 не остановился даже тогда, когда машина уже пылала, охваченная ответным вражеским огнем. Раздался сильный взрыв, Малахов погиб смертью храбрых вместе с экипажем. Могила Героя Советского Союза располагается через дорогу от школы. Он навечно зачислен в списке личного состава танковой части. Его именем назван «Калининградский траулер», а в родном Акмолинске, ныне Нур-Султане, есть улица Малахова и мемориальная доска на школе, где он учился. В Гусеве имя Юрия Николаевича Малахова носит одна из улиц города. Калининская школа получила почетное имя Героя по инициативе местного совета ветеранов. Молодое поколение должно видеть перед своими глазами положительный пример, который бы мог воспитывать в них любовь к родине, любовь к своему поселку. И таким образом формировать в них ответственные личности. В год 75-летия Великой Победы по указу президента Российской Федерации Владимира Путина в стране проводится акция «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу жертв Великой Отечественной войны. Не исключением стало и сегодняшнее мероприятие. Молодое поколение будущих защитников Родины дает клятву чтить память прадедов и брать пример с их героических подвигов. С благодарностью заявляем, что будем прославлять имя Юрия Николаевича Малахова достойными свершениями. С честью будем подтверждать присвоенное школе имя героя. Не уроним эту планку. Сделаем все, чтобы внести свой посильный вклад в увековечивание памяти о Великой войне и Великой Победе. В следующем году на территории Калининской средней общеобразовательной школы имени Юрия Николаевича Малахова планируется установить бюст героя. Виктор Асташкин, Гусев HD.